В то время, когда языческая вера всячески поощрялась римскими императорами, а христианская подвергалась лютому гонению, жил в македонском городе Амфиполе Пресвитер Мокий. И однажды, когда Амфипольцы устроили пышные праздненства в честь языческого бога Диониса, христианский Пресвитер не смог снести столь обширное людское грехопадение и выступил пред горожанами с призывом оставить сие скверные обычаи, покаяться и обратиться к истинному богу Иисусу Христу. Стража тут же схватила святого Мокия и привела к градоправителю как рьяного нарушителя указов императорских. Но святой не побоялся и перед правителем исповедовать себя христианином, а на все угрозы отвечал одно «Смерть за Христа – великое приобретение для меня». Тогда на Мокия обрушили всякие пытки и издевательства. Но он с дивным терпением их сносил, не переставая обличать нечестие идолопоклонников. Привели его в храм Диониса, он одной молитвой разрушил всех идолов. Попытались его сжечь, огонь не тронул святого, а спалил самого правителя. Даже голодные дикие звери спокойно укладывались возле ног святого, вместо того, чтобы разорвать его на части. Пораженный столь многочисленными чудесами, народ стал требовать, чтобы мученика отпустили на свободу. Тогда, опасаясь народной расправы, святого Мокия отослали в Византию, где и казнили. Перед кончиной своей страстотерпец возблагодарил своего Господа за то, что дал он ему силу до конца пройти мученический подвиг. Скончался святой около 295 года. 24 мая. День памяти священномученика Мокия Амфипольского. Субтитры создавал DimaTorzok